Как сообщил Департамент информационной политики Свердловской области, в регионе предстоит увеличение финансирования мероприятий по реализации национальных проектов, а также поручение главы Свердловской области Евгения Куйвышева в рамках поправок в бюджет текущего года. Соответствующее предложение регионального правительства рассмотрели депутаты законодательного собрания в первом чтении на заседании Комитета по бюджету, финансам и налогам. Планируется, что благодаря устойчивому состоянию экономики Среднего Урала доходы областного бюджета увеличатся до 4,5 млрд. рублей и составят 254,2 млрд. Расходы вырастут на 11 млрд. рублей. Как уточнила заместитель губернатора, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, большая часть средств будет направлена на повышение зарплат работников бюджетной сферы в рамках указа президента России. Планируется увеличить ассигнование Дорожного фонда региона. Эти средства направят на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание региональных и муниципальных дорог, а также развитие системы фото-видеофиксации и нарушений правил дорожного движения. Почти на 2 млрд. рублей вырастут доходы на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На 1 млрд. рублей увеличатся бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Дополнительные 600 млн. рублей запланированы на поддержку многодетных семей и детей-сирот. Другие дополнительные расходы коснутся спорта и поддержки муниципалитетов. Практически все мероприятия, которые получили дополнительное финансирование, заложены в Свердловскую составляющую национальных проектов и касаются повышения уровня и качества жизни уральцев, отметила Галина Кулаченко. Напомним, сегодня в Свердловской области в рамках 12 национальных проектов реализуются 57 региональных, сформированных по трем крупным блокам. Сохранение и развитие человеческого потенциала, комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры, а также развитие экономики региона и поддержка малого и среднего бизнеса. Точки роста по всем трем блокам определены в нашем городском округе Сухой Лог в принятой программе развития, представленной главой Романом Валовым в мае прошлого года во время годового отчета на заседании городской думы.